Котельная ТГК-2, которая обеспечивает горячей водой, центр Вологды стояла на ремонте две недели. Гидравлические испытания на магистральных сетях завершились еще 5 июля. И вот итог. 14 дефектов на трубопроводе. Ремонты стартовали еще на прошлой неделе, но исправить неполадки вовремя и подключить воду по графику, то есть 17 июля, коммунальщики не успели. Почему, мэр выясняет прямо на месте прорыва, чтобы понимать масштабы проблемы. В Вологде большое количество собственников котельных и сетей. И ни один из них, у них тоже большие ремонтные программы у некоторых, ни один из них сроки не сорвал, кроме ТГК-2, Вологодской ТЭЦ. Я требую сегодня рассмотреть подробный график производства работ, оценить силы, которые привлечены, чтобы на этой неделе те сроки, которые согласованы, они безусловно были выдержаны. Сотрудники ТГК-2 поясняют, ремонты должны завершить к концу этой недели. Чтобы горячая вода вернулась в квартиры Вологжан уже 21 июля. Это уже на 4 дня позже срока. Чтобы уложиться в новый график, работать будут круглосуточно. В определенный рабочий день люди будут работать на этом участке круглые сутки подряд на организации. Хозяйственным способом 6 дней в неделю по 12 часов работаем. Ситуация с ТГК скорее исключение в этом сезоне. Все городские котельные и частные, и муниципальные провели ремонтные работы по графику, а некоторые и с опережением. Из 24 отремонтированных тепловых узлов половина была запущена раньше обещанного. Почти 126 тысяч Вологжан получили горячую воду досрочно. Оборудование в городских котельных подготовлено на 60%. На сетях практически завершены гидравлические испытания. Почти все выявленные неполадки устранены. В этом году у нас запланировано отремонтировать порядка 6 с небольшим километров тепловых узловых узлов. Это на 50% больше, чем годом ранее, чем в предыдущие годы. Все котельные будут подготовлены к отопительному периоду. Ждет котельные и дополнительная модернизация, чтобы избежать ситуации, которая произошла минувшей зимой. Напомним, 8 января из-за пожара на подстанции Ява 11 котельных города были отключены. В итоге без света и тепла остались более тысячи домов. Чтобы подобного не повторилось, в котельные города закуплено дополнительное оборудование. Принято решение о комплектовании основных котельных города резервными автономными источниками электроснабжения, дизель-генераторами. Программа рассчитана на три года. И в этом году уже 6 основных котельных будут оборудованы резервными автономными источниками электроснабжения. Оборудование уже закуплено. Осенью оно прибудет в Вологду. Такими резервными генераторами в течение трех лет планируют обеспечить все котельные Вологды.